Привет, я Ксения и я фасилитатор семейных системных расстановок по Берту Хеллингеру, по методу Берту Хеллингеру. Это серия видео, в которых я рассматриваю стереотипные мнения и какие-то мифы о расстановках. В первом видео я говорила о ненаучности расстановок, вы можете посмотреть. В этом видео я хочу поговорить о других заблуждениях. Опасно воспринимать этот метод как способ манипуляции. Когда нам что-то очень хочется от других, чтобы они вели себя определенным образом, говорили нам определенные вещи или не говорили или не вели себя определенным образом, можно вроде как подумать, да, я пришел, там заместители играют, моего партнера, моих детей, моих родителей. Сейчас я тут все порешаю и потом мои родственники, мои коллеги начнут себя вести так же, как это было замечательно вырулено в расстановке. Нет, извините, но так не будет. Расстановки это не какая-то там магия, магия вуду и это не способ манипуляции. Поэтому отбросьте надежду, что другие вдруг внезапно начнут что-то делать или не делать. В чем смысл расстановок, да, но при этом, да, поведение, отношение других людей к вам может в определенной мере измениться. Почему? Например, у вас много претензий к вашей маме до сих пор. За то, какая она была с вами раньше и даже за то, как она общается с вами сейчас. Но сейчас вы можете хотя бы там рассказать, поставить какие-то свои границы, да, но в детстве это не могли. И у вас запечатлелась вот эта проекция вашей критикующей мамы, например. И вам до сих пор, вашему внутреннему ребенку до сих пор больно. И ваш внутренний раненый ребенок, который сталкивается в общении с такими же фразочками от мамы, да, это триггерит эту боль, старую боль. То есть даже если вы сейчас сказали стоп, хватит, это не значит, что у вас не включились ассоциаций и не поднялось из глубины вот это ощущение боли. Что делаем в расстановках? В расстановках мы работаем с проекциями. В принципе, как и психологическая, другая психологическая работа, мы работаем с проекциями вашей мамы внутри вас. И в тот момент, когда вы можете избавиться от старых претензий, и теперь без претензий вы входите в коммуникацию, в контакт с вашей мамой сегодня, понятное дело, что ваши отношения меняются. Кстати, невербально мы транслируем в разы больше, чем вербально. То есть даже если вы не говорите о своей обиде, о своей злости, это все равно невербально включено в вашу коммуникацию. То есть представьте, что вы приходите к человеку, и ему в лицо светите фонарёк. Да, он будет реагировать определённым образом. Например, испекать вас, закрывать глаза. А вы хотите, чтобы у вас был хороший контакт с этим человеком. И когда вы решаете свои внутренние психологические вопросы, вот этот фонарик условно, да, у вас на лбу он выключается. Вы идёте теперь в другое взаимодействие с этим человеком. Понятное дело, что взаимодействие с человеком, контакт с этим человеком тоже меняется. Да, но не стоит рассматривать расстановки как манипуляции. Работа происходит за счёт того, что вы меняетесь внутри себя. Дальше тоже ещё такой миф есть о том, что если у человека нет опыта энергетических практик, нет опыта какой-то эзотерической работы, то человек ничего не почувствует. Но это неправда, потому что каждый из нас, каждый из нас испытывал рано или поздно, так или иначе, хоть пару раз за всю жизнь испытывал интуицию. Что такое интуиция? Кстати, вот здесь мне хочется ещё добавить, что ещё сто лет назад Никола Тесла говорил о том, что всё есть энергия, всё вибрирует на определённых частотах. И у него была теория о том, что если мы сможем вибрировать с такой частотой, как стена, мы сможем пройти через стену. То есть что означает интуиция? Говорит о том, что вы срезонировали, что вы вибрировали на одной частоте с событиями, с другим человеком, например, с местом каким-то. И то же самое происходит в ростоноках. Это задача фасилитатора, как создать это поле, и как его поддерживать. То есть это моя работа. От вас достаточно просто быть открытым и вербализировать то, что с вами происходит. Возможно, какая-то щекотка или покалывание где-то в теле. Может быть, у кого-то начнётся кашель. Может быть, возникнет дискомфорт в спине, например. Или лёгкость в голове. Просто это всё наблюдать. Из интересных примеров, один заместитель у меня на расстановке один заместитель был в роли мужа-клиентки. И когда этот заместитель вошёл в роль, когда его ввели в поле, у него так расправились плечи, раскрылась грудная клетка, и как-то так появилось какое-то пространство между рук, и как-то так человек стал себя чувствовать большим. Возникло ощущение, что он большой. Хотя мужа играла какая-то такая очень... очень такая субтильная, по-моему, женщина. Но вот было ощущение, что много. А потом клиентка показала фотографию своего мужа. Действительно, он большой котёк, высокий, умный, с такими мышцами. И ходит он вот так. То есть, единственная задача заместителей, участников, быть открытыми. И действовать не из головы, а из уровня ощущений. И обращать внимание на тело, потому что вот что не врёт, так это наше тело точно. Вот, наверное, вот такие мифы в этом видео. В следующем видео я поговорю о других стереотипах. Смотрите дальше, если вам интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!